Приветствую вас на канале DeepPixel. Сегодня мы погрузимся в мир древних мудростей и поучительных историй. Притчи — это не просто рассказы, они как зеркало, отражающее вечные истины и жизненные уроки. С давних времён они помогали людям видеть неочевидное, учили мудрости и давали пищу для размышлений. Каждая притча, которую мы рассмотрим сегодня, несёт в себе глубокий смысл, который актуален и по сей день. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А я начинаю. Давным-давно в далёкой Японии на вершине Высокой горы стоял храм, известный как «Храм тысячи зеркал». Стены этого храма были выложены зеркалами от пола до потолка, и каждый, кто входил в него, видел тысячи отражений собственного образа. Однажды туда забрела собака. Она увидела вокруг себя тысячи других собак и почувствовала страх. Защищаясь, она зарычала, и все отражения зарычали в ответ. Перепуганная, она убежала, думая, что храм полон враждебных собак. Через некоторое время в храм пришёл другой пёс. Увидев свои отражения, он обрадовался и помахал хвостом. Все тысячи отражённых псов в ответ радостно помахали ему хвостами. Эта собака ушла из храма счастливой, думая, что посетила чудесное место, полное дружелюбных собак. Дорогой зритель, обрати внимание на то, что мир отражает твои собственные чувства и отношения. Жизнь похожа на храм тысячи зеркал, где каждая встреча, каждый случай – это лишь отражение твоего внутреннего мира. Если ты смотришь на мир с радостью и добротой, мир ответит тебе тем же. В одной деревне жил скульптор, который известен был своим мастерством превращать обычные камни в изумительные шедевры. Однажды, проходя мимо глыбы мрамора, он остановился, глубоко задумался и улыбнулся. Проходивший мимо молодой человек, увидев, как мастер смотрит на камень, решил поинтересоваться. Что вам в этом камне понравилось? Это же просто кусок мрамора. Скульптор ответил, ты видишь лишь камень, но я вижу в нем скульптуру. Она уже существует внутри, мне лишь нужно освободить ее. Многие месяцы мастер трудился, отсекая лишний мрамор, и в конечном итоге из грубой глыбы возникла великолепная статуя. Когда работа была завершена, тот же молодой человек прошел мимо и восхитился. Как ты смог создать такую красоту из обычного камня? На что скульптор улыбнулся и сказал, красота была здесь всегда, я лишь убрал ненужное, чтобы показать ее миру. А эта притча напоминает нам о том, что иногда, чтобы раскрыть истинный потенциал чего-то или кого-то, необходимо лишь убрать лишнее и дать возможность внутренней красоте проявиться. А я надеюсь, что тебе понравилось видео, и ты поддержишь мои старания лайком и подпиской на меня. Для меня очень важно видеть, что тебе нравится мой формат. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...